Приветствую! В свое время мне неплохо так прилетело в комментариях за то, что я высказался о возможности переговоров между Украиной и РФ. И люди тогда мне кричали, что мол ты почитай указ президента, которым запрещены переговоры и прочее. И вот сегодня Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, заявил о том, что переговоры Украины и РФ действительно возможны. Это зрада или все-таки не зрада? Вот с этим мы сейчас и разберемся. И чтобы нам разобраться в этом вопросе, конечно же, нам в первую очередь нужно обратиться к указу президента Украины Владимира Зеленского. И посмотреть, а что же там говорится о запрете переговоров. Что мы сейчас с вами и сделаем. И вот мы с вами на сайте президента Украины Владимира Зеленского видим этот самый указ президента, которым было утверждено решение СНБО. И давайте найдем, что же здесь сказано о переговорах. А о переговорах здесь сказано следующее. В пункте первом. И если вы почитаете этот указ, то вы увидите, что никакого запрета на переговоры здесь нет. Здесь говорится о том, что невозможно проводить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Все. Не с РФ нельзя проводить переговоры, а невозможно с Владимиром Путиным. И, кстати, отвечая еще на один вопрос комментаторов, да, почему я могу писать РФ с большой буквы, либо Путин писать с большой буквы. Обратите внимание, как это написано в указе президента. А в указе президента Украины это написано согласно правописания. Не более чем. Итак, мы видим, что указ президента не запрещает переговоры с РФ. И то, что сказал Дмитрий Кулеба, это не яка не зрада. Это еще тоже не перемога, потому что это лишь позиция Украины и не более того. А нужна еще ответная позиция РФ. И Дмитрий Кулеба сказал условия, на которых возможны переговоры. Первое условие это то, что РФ выводит свои войска с территории Украины. И второе условие, что эти переговоры не будут напрямую идти с Владимиром Путиным. То есть не будут за одним столом сидеть Зеленский и Путин. Но при этом, что обнадеживает на самом деле. Дмитрий Кулеба говорит, что переговоры возможны через посредника. То есть уже мы ушли от риторики, что нужно, чтобы в России сменился президент. И только тогда возможны переговоры. Нет, риторика поменялась. И вот здесь мы говорим, что переговоры возможны через посредника. И безусловно, кто-то сейчас уже пишет в комментариях о том, что да как ты смеешь, да перемога и прочее, никаких переговоров. Но, во-первых, нужно внимательно послушать условия этих переговоров. А во-вторых, друзья, на мой взгляд, говорить о том, что переговоры невозможны и нельзя их проводить, может только, по сути, два типа людей. Это люди, которые сидят в окопах и которые готовы заплатить цену за отсутствие переговоров. Ту ужасную цену. А это жизнь. Заплатить жизнью за отсутствие переговоров. И второй тип людей, наверное, это родители. Родители и жены, может, тех, кто сидит в окопах. И вот эти категории людей, которые сознательно считают, что лучше отдать жизнь, но добиться победы военным путем, эти люди могут говорить. Но когда об этом говорит человек, который, что называется, пороха не нюхал, который в окопе не сидел, который сидит где-то у себя дома, в офисе, а может даже не на территории Украины и строчит там в комментариях, что перемога любой ценой. Ну, друг, ты приедь в Украину, пойди в окоп, и вот оттуда ты получишь моральное право, когда ты готов будешь заплатить вот эту любую цену. Все остальные, ну, не имеют права говорить о том, что переговоров не может быть. Почему? Потому что каждая секунда боевых действий – это трагедия. Это десятки, сотни, а может даже тысячи трагедий. Потому что каждую секунду там погибают люди. И это же трагедия не для одного человека. Это всегда трагедия для семьи. И мы тратим в этот момент самое ценное, что у нас есть. Мы тратим жизни наших граждан. Но и опять же хочу напомнить, что Дмитрий Кулеба не говорит там о переговорах, что, мол, мы там отдаем захваченные области и прочее. Он говорит, что войска выходят, после этого мы начинаем переговоры о том, как мы дальше будем жить. И я очень надеюсь, что вот такое изменение риторики, вот такая публичная позиция, которая допускает уже посредников в этих переговорах, это говорит о том, что может, я очень надеюсь, что что-то меняется, что-то меняется, и мы идем все-таки к миру. Чего я всем вам искренне и желаю. Пока-пока.